Добрый день! И я сразу оговорюсь, что большие слова, которые специально употребила в теме, они немножко условно и не совсем научно, звучат специально. Дальше я буду, наоборот, сужать тему до тех ее зон, которые можно изучать научно, действительно, и можно как-то описать научными средствами. Но сначала я хотела обратиться скорее действительно к зоне вот таких современных мифологий и общего ощущения, потому что это то, что всем людям, которые читают художественную литературу, все равно знакомо. Для этого не нужно быть литературоведом, чтобы иметь некое смутное представление о том, что существует какой-то корпус вот этих гигантских, больших, фундаментальных, монументальных текстов. И не нужно быть историком литературы, чтобы заметить, что в современном мире, и на самом деле уже довольно давно, как минимум последнее столетие, но в современном мире точно, как правило, художественная литература почти вся сводится теперь к жанру романа. То есть издатели практически любую книгу пытаются продать как роман. В том числе, да, многие документальные тексты, журналистские тексты, сборники рассказов, много чего, некоторые стихотворные тексты. Когда издатели сознательно и книготорговцы предпочитают как-нибудь обозначить романом. Есть такой эффект. Ну и попросту, если вы зайдете в книжный магазин, то почти весь массив книг, тем более в зоне бестселлеров, будут принадлежать к одному и тому же жанру. Это все будут романы. Это один всем знакомый эффект, с которым я дальше буду работать. Второй эффект связан вот с этим мифом о чем-то масштабном, о том, что успех в литературе требует обязательно успеха с большим увесистым текстом и желательно в романном жанре. Есть этот большой миф, что Нобелевскую премию, как правило, дают, действительно, чаще всего дают романистам, и гораздо труднее писателю, который не пишет роман, и вообще пробиться туда, в эту зону признания. Когда современного русского писателя хотят похвалить и в России, и за рубежом критики, обязательно скажут, что вот этот текст, вот это настоящий большой русский роман, имея в виду, что вот это куда-то в традиции Толстого или Достоевского. Американцы все время маниакально задают каждый год вопрос, какой будет следующий великий американский роман. И в обоих случаях совсем не обязательно имеется в виду прям буквально объемная большая книга, где много страниц. Это не про это, да, вот это вот как бы масштаб, который как-то странно сложно оценить. Издатели тоже с этим играют очень эффектно. Например, вот сейчас у издательства «Иностранка» есть серия, которая называется «Большой роман». Они публикуют на самом деле новые тексты, новые романы современные, в основном переводные, которые претендуют вот на обретение высокого статуса. Среди них есть совсем коротенькие тексты, там романы, скажем, Жулиана Барнса, они все равно попадают вот под этот лейбл большого романа. Почему-то мы этого все время хотим и продолжаем хотеть. Я попытаюсь дальше показать, как моя наука литературоведения, потому что, в принципе, об этом можно говорить и с точки зрения социологии и истории, эта тема не только литературоведческая. Вот как литературоведение отвечает на вопросы. Во-первых, почему роман захватил всю литературу? Очень быстро, на самом деле, сейчас я с этого начну. Как можно ответить с точки зрения литературоведения на вопрос о том, есть ли все-таки какие-то конкретные критерии, которые позволяют роман оценить как большой, как великий, как масштабный? Можно ли писателям сказать, что надо делать, если ты хочешь попасть в эту обойму больших романистов? И я поговорю немножко в конце, думаю, что вместе с вами дальше, как можно отвечать на вопрос, закончится ли эта история. Что жанр романа не закончится в ближайшем, в обозримом будущем на нашем веку. Это понятно, совершенно очевидно, что тут инерция гигантская, и люди романы писать не собираются переставать. Но вот эта фиксация на большом романе и на том, что литературный успех – это успех романиста, многие говорят, что это скоро кончится. Вот об этом мы поговорим ближе к концу моего выступления. Ну вот, начну я вот с чего. Начну я буквально со статистики. Я сошлюсь сейчас на самого спорного литературоведа современности. Мне просто хотелось привлечь к нему внимание. Это Франко Моретти, итальянский ученый, который работает сейчас в Стэнфорде, работает с очень большой командой, и на самом деле обобщает результаты исследования очень большой группы ученых в разных университетах в мире. Спорный он потому, что он очень настойчиво предлагает отказаться от работы с анализом отдельных великих текстов, чем в основном в общем литературоведении занималось последние 200 лет, и вместо этого взяться за исследование всего корпуса, используя теперь методы работы с большими данными, поскольку теперь это технически постепенно становится возможно, он пытается показать историю литературы не как историю гениальных текстов, а как действительно историю всех написанных художественных текстов вообще. И вот эта книжка «Графы, карты, деревья» к сожалению на русском языке еще не вышла, но другие работы Моретти уже есть. Есть сборник его «Дальнее чтение», в котором он методы свои объясняет. Я очень советую его почитать. В частности, среди прочего, Моретти как раз очень много анализировал разными способами. Вот этот феномен взлета романа как жанра. И действительно, исследование, это не его, это не он один собирал эту статистику. Это вообще-то в разных странах делали очень долго и очень сложно. С помощью анализа архива в библиотек истории издательской деятельности он подтвердил статистически то, что все интуитивно понимали, и все литературоведы, начиная с 20-х годов 20-го века, просто проговаривали. Вот роман победил, роман завоевал литературу. Все стали читать только романы. Довольно простой анализ, который Моретти в конце концов провел и собрал вместе в эту картинку, показывает, что да, в разное время причем, в разных странах, в разных национальных литературах, включая, скажем, японскую, включая современную нигерийскую, это не только европейский эффект, есть период, когда происходит ровно одно и то же. Он считал очень простые вещи, просто количество новых романов, которые выходят в тот или иной год. Все. Это очень простой график. В каждой из исследованных, по крайней мере, уже таким образом литератур, есть период, причем короткий, где-то 20-25 лет, когда происходит вот этот невероятный взлет, когда резко, моментально вдруг почему-то начинают писать и публиковать намного больше романов, чем в предыдущем году, и так дальше вот по нарастающей. И дальше потом этот эффект везде стабилизируется потихоньку, да, и понятно, что дальше этот график пойдет немножко прямее, хотя все равно число романов будет все время увеличиваться. Как это объяснить, что с этим делать, вообще вопрос сложный. Я все не смогу, конечно, рассказать. Этот график отлично показывает, что нельзя объяснить исторически. Где-то это происходило в XVIII веке, где-то в XIX, где-то в XX. Нельзя технически, потому что здесь разные эпохи состояния книгоиздания. Дело не просто в том, что книги стало там проще технически издавать и распространять. Тоже не получается. Почему-то вот это как-то связано с тем, как устроена литература, в какой-то момент она берет и делает этот шаг. Самая динамичная современная литература нигерийская, действительно, объективно, она лучше всех развивается сейчас. Вот она блестяще продемонстрировала это в начале своего пути, фактически, в 50-60-е годы. Ну вот, задолго до того, как Моретти это все показала с помощью цифр, на самом деле этот эффект стали пытаться объяснять сначала теоретике литературы на самом, в общем, рассвете этой науки, в начале 20-го века. И я сначала поэтому сошлюсь все-таки на самые большие идеи, связанные с тем, что тогда назвали теорией романа. На этом этапе задача была объяснить не столько, что делает роман выдающимся или великим, сколько вот ответить на вопрос, вот все тот же, да, почему вдруг роман все собой заполонил и все захватил, и почему очень быстро за 19-й век, в основном фактически с конца 18-го века до начала 20-го, роман из жанра маргинального, низкого, придираемого, который все считали только развлекательным или вообще игнорировали, превратился в самый важный жанр серьезной высокой литературы. Вдруг получил признание как форма искусства. Это тоже вот факт истории литературы, который примерно во всех литературах так проходил. Поскольку расцвет русской литературы во многом связан с расцветом большого русского романа, нам это не так заметно, а в литературах более старых, западноевропейских, очень хорошо видно, как романов или не было, или о них никто не писал, их не включали в поэтики. Оказалось, что это, в общем, не совсем даже литература, и уж точно не искусство. А потом раз и вдруг начинается, вместе с этим взлетом статистическим, вдруг начинается взлет статуса этого жанра. В 10-е, 20-е, 30-е и дальше, отчасти в 40-е и 50-е годы, ряд больших мыслителей, не просто литературоведов, мыслителей больших 20-го века пытается объяснить этот эффект не просто какими-то событиями в книгоиздании, не с точки зрения экономических процессов, может быть, книготорговли и прочего, но объяснить как бы изнутри, что случилось, в чем дело, посмотреть, что изменилось в текстах. Все они говорят, в первую очередь, об одном и том же сразу. С конца 18-го века то, что стали называть романом, определять как жанр романа, на самом деле это принципиально новая форма литературы по отношению к роману позднеантичному, к средневековым формам, скажем, к рыцарскому роману, и к барочному роману случился качественный скачок. Я не смогу сейчас это доказать за пять минут, для этого вы можете почитать, я очень советую, кому интересно, вот эти ранние работы по теории романа, они вообще прекрасно это доказывают уже. И Георг Лукач очень эффектно с помощью этой фразы «трансцендентальная бездомность» или «бесприютность», как было в другом переводе, пытался описать, что роман передает в первую очередь лучше всего состояние человека нового времени, человека модерна, который оказался в подвижном, неустойчивом мире, который стремительно теряет ориентиры, авторитеты, уверенность в будущем, в мире, который стал слишком открытым, слишком, в том числе, пугающе сложным. Вот роман нового типа, то, что мы считаем романом, на самом деле передает вот это специфическое самоощущение нового человека. Скажем, замечательный теоретик романа Борис Грифцов утверждал, что для романа принципиально постоянная борьба, опять это про тоже подвижность, борьба, динамика. Ну и, наконец, на самом деле, вся современная теория романа, она во многом вырастает из работ Бахстена по истории и теории романа, который как раз описывает роман как принципиально иной жанр, чем все остальные, потому что жанры в основном это законченные готовые формы, это готовые нормы, которым можно следовать, а роман это что-то другое. Это жанр становящийся, незавершенный, открытый, и поэтому, да, он максимально адекватен сознанию человека, особенно XX века, и поэтому он оказался настолько привлекательным, и поэтому он завоевал литературу, и все остальные жанры потихоньку начинают романизироваться. Вот это... Эта идея, эти идеи научные, это часть скорее истории и науки теперь. Если вы захотите сейчас разобраться в теории романа, вам нужно будет скорее обращаться к более широкой дисциплине, на ротологии, которая изучает, в принципе, вообще-то все повествовательные формы, но если вы посмотрите на современные наротологические тексты, они все в основном говорят, большей частью все равно о романе, большей частью они следуют все равно за бахтинской этой идеей романа как открытой становящейся формы, и они все обращаются все время к одному и тому же корпусу одних и тех же великих романов. Есть вот несколько групп романов, которые заанализированы, заинтерпретированы, они давят очень сильно и на научное мышление, и на, конечно, мышление читателей, в том числе читателей обыкновенных, нормальных. И поэтому, мне кажется, что можно уже говорить о том, что это породило скорее мифологию, представление о том, каков должен быть роман, чтобы стать по-настоящему выдающимся. Здесь доминируют исторические формы две. То, что мы привыкли называть реалистическим романом, как ориентир. То есть для русских читателей это обычно Толстой и Достоевский, для английских это обычно Диккенс и Джош Эллиот и Тейкери, или Шарлотта Бронте, для французских это будут Бальзак и Флабер, скажем. Все хорошо знают примерно, как этот формат устроен. Другой мощный ориентир – это модернистский роман, это фундаментальные, монументальные, вот эти гигантские романы, в основном появившиеся в первой половине XX века. Это романы Пруста и Джойса, Музеля, Гесса, Набокова позже, которые мы тоже очень легко опознаем, как такие сверхсложные тексты, которые требуют особого внимания, особого погружения, но которые тоже невозможно обойти. Они вот такими айсбергами стоят над всей литературой современной и по-прежнему на нее давят. И во многом, когда современные литературоведы, с одной стороны, литературные критики, с другой, пытаются найти в современной литературе новые большие романы, когда они пытаются снова раздавать статусы, они на самом деле возвращаются к тем же самым критериям, которые были сначала теоретиками литературы и изобретены для того, чтобы просто объяснить, что нового в романе эпохи модерна и почему роман оказался так важен. Эта табличка такая условная, потому что это мое обобщение всех этих многочисленных способов описать, что такое большой роман, поэтому ее можно продолжать, с ней можно спорить. Но мне хотелось показать важную одну деталь, которую вы сами можете заметить, если последите за тем, как вообще о романах пишут и говорят сейчас. И левая сторона – это то, как обычно масштаб романа оценивают литературоведы. Их интересует в первую очередь, как это сделано. То есть поэтика. Как устроен сам текст. И тогда роман, чтобы привлечь внимание ученого, теоретика, особенно литературы, он обязательно должен демонстрировать множество точек зрения, не обязательно конфликтных, но всегда диалогичных, как это Бахтин называл, он должен производить впечатление, что его мир открыт, что там есть что-то еще, что не сказано, что не все сказано в романе, что можно сюжеты продолжить, что у героев есть какая-то еще жизнь и прочее. А герои должны двигаться, они должны обладать какими-то подвижными свойствами, которые меняются по ходу чтения. И, наконец, требования, которые обычно отделяют литературу, ну, элитарные, не люблю эти слова, условно элитарные, это условно массовые, большой роман должен быть написан так, чтобы авторство его узнавалось сразу, в том числе просто лингвистически, чтобы его легко можно было сразу идентифицировать. Это очень сложно, на самом деле, сделать технически, для писателя это самая сложная задача. С другой стороны, когда литературные критики, особенно издатели, маркетологи книжные, пытаются сразу объяснить быстро читателю, почему этот роман важный, большой, главный, великий, они обращаются чаще, на самом деле, не к форме, а к идеям, потому что можно назвать идеологическим полем. И тогда тоже понятно, все ждут от большого романа какой-то универсальной темы. Вот как-то, чтобы сразу было понятно, что, как не знаю, госпожа Бавари, маленькая история одной семьи, одной женщины и ее романов, в общем, таких коротких и скучных, на самом деле. А все читатели моментально прочитывают это на уровне идеологии как текст о кризисе брака вообще, как о каком-то гигантском переломе антропологическом. От романа ждут ощущения отношения человека с историей. Не обязательно роман большой должен быть историческим, чтобы его посчитали большим, но вот это чувство, что человек живет просто в каком-то времени, что у него есть принадлежность к поколению, что история на него давит, она везде есть. Это характеристика всех этих канонических романов 19-го и 20-го века. Роман должен выражать какой-то новый для читателя человеческий опыт, новые группы людей, может быть, сессальные или национальные, или психологической, что-то, что еще не рассказали. Вот как «Над пропастью варжи» стал моментально великим романом, он довольно просто устроен, это не очень большой секс буквально. Но все сразу поняли, что раз это первый роман, который говорит о том, как чувствует себя подросток вот этого времени, очень точно, все это узнали моментально, это такой антропологический эксперимент, который все распознали, не углубляясь в анализ поэтики. И, наконец, как правило, чтобы ворваться в эту сферу больших и монументальных романов, нужно нарушить что-то, нарушить какую-то норму. Вот про эту трансгрессивность нужно вызвать споры, нужно быть неоднозначным просто на уровне темы. Понятно, что там есть еще ряд литературных экспериментов и так далее, и это читатель может не заметить, но все время, каждый раз, снова и снова, неизбежно, не обязательно, не любой текст, который вызывает неоднозначную реакцию, обязательно попадет вот в этот гигантский ряд в конце. Но вот все, которые попадают, обязательно будут неоднозначны или трансгрессивны. Ну вот. А теперь к вопросу о том, что будет дальше, может ли это прогнозировать. Ну, у литературоведения, как вы знаете, прогностическая сила совсем маленькая. Не получается, не угадывают литературоведа пока до сих пор. В общем, как именно должен быть, например, устроен текст, чтобы литературоведы через 50 лет его тоже читали и анализировали. Пока не получается. В том числе, потому что у нас пока технически, на самом деле, средств для этого мало. То, что делает Моретти, это уже, в общем, здорово. Но он тоже, на самом деле, еще очень-очень маленькие группы текста проанализировал. Чтобы по-настоящему прогнозировать будущую литературу, по идее, мы должны обладать возможностью описывать все тексты, какие появляются вообще. У нас технической ее еще нет. Но, в принципе, это не мешает, конечно, литературоведам, литературным критикам, просто читателям, интересующимся, издателям все время гадать о том, что будет дальше. И вот здесь вопрос о судьбе большого романа, он очень важен, потому что он действительно связан с вопросами о судьбе цивилизации нашей кризисы, о времени, о смене его, о том, закончился ли модерн, закончилось ли новое время. То есть со всеми этими вопросами, которые решают далеко не только литературоведы сейчас. И на картинке это скрин нашумевшего в свое время, ну, 4 года назад эссе, Вилла Селфи, это британский писатель, в общем, довольно интересный. Он пишет колонки в Гардионе все время. И вот он, как правило, особенно вот в этом эссе, он все время пытается проговорить одну и ту же мысль. Все, вот роман, не в смысле жанр он имеет в виду, он потом объясняет, серьезный роман, большой роман, ну, теперь ты уж точно умер. Ну, как вы понимаете, все разговоры о смерти каких-то там литературных, вообще культурных форм, это всегда немножко смешно, потому что о смерти, особенно какого-нибудь высокого элитарного искусства, обычно говорят регулярно, все время, на протяжении веков. Это классическая музыка, 50 лет подряд умирает и умирает, и ничего не меняется на самом деле. Вот сейчас черед большого романа. Аргументы селфа были такие, что читателей, которых интересует серьезная и сложная литература, становится меньше. То есть если они читают романы, то выбирают попроще, покороче. Романы больше не становятся предметом обсуждения, не возбуждают интерес. То есть вот как раз их трансгрессивность снизилась, не волнуют они больше. И он как романист, в общем, говорит, что да, я теперь должен смириться с тем, что я буду писать не для всех, как писали Толстой или Джойс на самом деле, вот не для всего мира, а для конкретной группы людей, у которых это такое хобби читать большие романы. Так ли это? Это вопрос непростой. Я вам не дам ответа даже своего однозначного, потому что, мне кажется, есть аргументы за и против. Мне кажется, интереснее на эти аргументы посмотреть, и, может быть, вы согласитесь или нет. Главный аргумент вообще за то, чтобы с мифом о большом романе и о том, что нужно написать большой роман, чтобы вообще создать литературу, главный аргумент в пользу того, чтобы это кончилось, это аргумент большой, философский, скорее, связанный с тем, что в конце 20 века, в общем, особенно 80-е и 90-е годы, все были уверены, что эпоха больших идей, гигантских проектов, и, главное, вот этих больших рассказов, которые связывают вместе большие проекты, метанарративов, все, она кончилась, это распалось, и это хорошо, что распалось, и нужно переходить к совершенно другому типу культуры, в которой будет меньше тотальности, которая не будет давить, которая будет больше диверсифицирована и так далее. И тогда в этой новой культуре вот этот миф о гигантском романе для всех сразу, он, конечно, не нужен. Случилось ли это, пока непонятно. Распались ли метанарративы? На самом деле вопрос очень спорный. Не опережали ли постмодернисты сильно свое время? Многие сейчас задаются этим вопросом, но я сейчас не про это. Есть простой фактический контраргумент и по отношению к селфу, и по отношению к идее, что должны перестать люди читать большие романы. В реальности просто, в реальности книгоиздания. Каждый год обязательно во всех крупных литературах в списке именно бестселлеров все равно появляется текст, который соответствует вот этим критериям сложной, серьезной литературы. Вот никак. Феномен, который до России хорошо дошел, скажем, Щегол, Дон и Дарт. Никто не ждал. Гигантский текст по тысяче страниц, сложно устроенный. Как так? Вся Америка сначала его прочитала вдруг увлеченно, почему-то, как бестселлер. И потом при переводах на другие языки он также сработал. Все предсказывали, что этого не может быть. Это мы фактически есть. Дальше. Вот аргумент селфа, что серьезную литературу, сложную, меньше читают. Оно, с одной стороны, фактически так число читателей сокращается. С другой стороны, если посмотреть на то, что происходит в литературе так называемой несерьезной, мы видим очень странные процессы, за которыми я, например, с удовольствием наблюдаю, потому что она активна, литература так называемая жанровая, особенно фантастическая, и в жанрах детектива, и триллера, и хоррора, все активнее используют приемы, которые еще сто лет назад считались невероятно авангардными. Джордж Мартин, который вообще не очень сложный писатель, честно говоря, но он берет и пишет вот эту гигантскую серию романов, используя очень новый, поздний модернистский прием. Он чередует центральные сознания, чередует повествование, привязанное к разным точкам зрения, не оформляя это никакой нарративной рамкой, никак не объясняя, почему сейчас глава показывает точку зрения одного персонажа, а потом другого. 200 лет назад читатели бы вообще с ужасом посмотрели на такой сект, и не могли бы его понять. В 1929 году это был авангардный прием в шуме и ярости Фолкнера. Теперь современный читатель прекрасно на самом деле считывает вот те вещи, которые казались сложными. Популярная литература вообще прекрасно транслирует все то, что нашла литература серьезная, когда-то создавая вот этот новый жанр романа. Или я любуюсь все время Дэном Симмонсом, который совершенно просто откровенно в жанре космической оперы берет и просто буквально пересказывает знакомых ему американских литературоведов, я просто вижу каких. И если бы он это объяснил издателям, ему бы сказали, что ты делаешь, люди, которые читают космические оперы, научную фантастику, причем авантюрную научную фантастику, они не будут читать, как роботы рассуждают о Шекспире и Прусте. Он вполне успешный писатель, почему-то это срабатывает. То есть мы чего-то не знаем о низком романе, о популярной литературе, чтобы точно предсказывать будущее. А наконец, последний аргумент, такой чисто формальный, действительно за последние, да можно четко сказать, за последние сколько там, 80 лет, не появилось ни одного большого повествовательного текста, который по уровню экспериментальности, авангардности приблизился бы к поминкам по Фенигану Джойсу. В принципе, все, предел, похоже, возможно, предел найден, экспериментирование с этой формой. Все, более сложного ничего не получается написать, чтобы это все-таки читалось как повествование. С другой стороны, по-прежнему, с чего я начинала, в реальности других новых форм не появляется. Вот того, что случилось, когда роман завоевал внезапно, вот так вот, скачком европейские литературы, вытесняя все остальные жанры, пока не происходит нигде. Все пытаются найти, что это будет, как это будет выглядеть. Ничего близкого ни в сетевой литературе, как бы ни в самоздате, ни в литературе основной, ни в серьезной авторской, ни в жанровой популярной. Ничего, чтобы могло формально сменить роман именно как форму, как жанр, пока не появилось. Ну вот, поэтому ожидание распада больших романов нас будет захватывать, я думаю, еще очень долго. Но вот я лично подозреваю, что мы будем долго жить вот с этим чувством, что это все скоро кончится, но никак не кончается. Ну вот, моя версия такая. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...